Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат от Samsung S9, но, внимание, не европейская, а какая-то гонконговская версия, а именно G9600 на базе третьего загрузчика с проблемой. На устройстве установили настройки по умолчанию, чтобы продолжить вводить в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. Ну и далее нам вообще никак не нажать. Это сработало так называемой защитой FRP, дословно переводится как Factory Reset Protection, то есть защита от общего сброса или перепрошивки устройства. И если вы по каким-либо причинам не помните Google аккаунт, который вводили на данный телефон до сброса, то сейчас вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Но для этого нам понадобится, скажем так, маленькая подготовка, а именно в этот телефон, в Samsung S9, мы только что вставили активную сим-карту, то есть вам нужно вставить в него любую активную сим-карту, от которой вы знаете номер телефона. Ну а далее воспользуемся любым другим телефоном. Так, и скачиваем, то есть по первой же ссылке, ох, тяжело, по первой же ссылке вот здесь вот снизу, есть ссылка на архив в описании к видео. Точнее, есть ссылка, по которой вы можете скачать вот эту программу, называется она HashSMS. Заходим в эту программу, нажимаем отправить в AppPush SL, здесь вбиваем номер телефона заблокированного аппарата. Так, плюс 7, 977, 194, 1798, 1798. Далее, в нижнем поле пишем текст www.youtube.com, о, промазал, слэш, ну и давайте мой канал, плюс, кор, после этого нажимаем отправить в AppPush SL. Всё, телефон нам второй уже вообще не нужен, я его блокирую. Далее, на заблокированном телефоне у нас выходит следующее сообщение, с моего номера телефона будет выполнен вход в интернет, продолжить, нажимаем ОК, и, о чудо, у нас сразу же запускается YouTube, здесь нажимаем нижнюю кнопку, но не сейчас. Далее, справа, сверху есть три точки, нажимаем на него и выбираем политика конфиденциальности. Продолжить, далее, выбираем любую поисковую систему, я выберу Яндекс, в России всё-таки живём. ОК, пропустить. Всё мы это делали для того, чтобы попасть в браузер. Далее, в браузере заходим на мой сайт, то есть, щёлкаем по адресной строке, и заходим на мой сайт teleed.ru, перейти. Справа, сверху три горизонтальных полоски, нажимаем на них и выбираем файлы. И видим статью, файлы необходимые для снятия блокировки FRP, но это превью статьи нужно щёлкнуть по её названию, чтобы она, ну скажем так, полностью открылась. Проматываем чуть ниже. Я уже проверил, данный телефон на базе восьмого андроида, поэтому скачиваем файл 1.6 АПК. Скачать. Далее. Разрешить. Скачать. ОК. Всё, файл скачался. Но открыть мы его сейчас не сможем, поэтому ещё раз нажимаем скачать. И вот в маленьком окошке щёлкаем по названию. Вот, 1.6 АПК. Щёлкаем именно по названию видео. О, видео файла. Настройки. И разрешаем установку из неизвестных источников. Назад. Установить. Кнопки открыть не будет, будет только кнопка готова. Далее. Для удобства здесь нажимаем в маленьком окошке крестик, проматываем чуть ниже и скачиваем файл 2.5 АПК. Скачать. ОК. Ещё раз нажимаем его скачать и вот здесь щёлкаем по названию. Установить. Открыть. Ну, это стандартное приложение FRP Bypass. Далее. Справа сверху нажимаем на троетощие и выбираем вход в браузере. ОК. И уже сюда вписываем абсолютно любой, но реально существующий Google аккаунт. Ну, давайте так. Пароль по понятным причинам я вам показывать не буду. Ввели пароль и нажимаем войти. Ну, всё. Мой тестовый аккаунт уже зажали. Хорошо. Не проблема. Введу свой основной аккаунт. Ну, пароль я так же вам показывать не буду. Так. И нажимаем войти. Всё. Приложение просто закрылось. Ну, а далее назад, назад, назад. Ну, скажем так, выходим из всего того, куда мы поназаходили. Ну, и нажимаем далее. Далее. Видим надпись, что аккаунт добавлен. Нажимаем далее. Не восстанавливать. Нет, спасибо. Ну, в общем, проходим процедуру первоначальной настройки, как-то обычно и делается. Окей. Проматываем чуть ниже пропустить. Не восстанавливать. Готово. И ура! Радуемся полностью разблокированному товарищу. Если вы это делаете для себя, то в целом это победа. Можно полноценно пользоваться телефоном. Но конкретно я это делаю для клиента. Поэтому, если мы зайдём в настройки и попадём в облако и учётные записи. Учётные записи. Здесь мы увидим мой Google аккаунт. Естественно, мой Google аккаунт клиенту не нужен. Удаляем его. Кроме того, можно зайти назад. Приложение. Здесь ищем FRP-байпас. Вот оно. Ну и на всякий случай его тоже удаляем. А файл 1.6 – это файл аккаунта Google. Он у вас сам обновится по Wi-Fi. Всё. Телефон готов к выдаче. Итак, если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я со своей стороны постараюсь ответить на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Ну и, кстати, вот. Android 8. Модель G960. Надеюсь, что вам видно. Ещё раз поздравляю. Всем спасибо. Подписывайтесь. До свидания.